На территории Московской области ведем особый режим борьбы с коронавирусом. Цель отборных безопасности против вас, отборных на полу. Во всеуслышание о необходимых мерах. Вот уже несколько дней бригада спасателей выезжает на улицы города с рекомендациями о самоизоляции. Жители призывают избегать мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, а также отнестись с пониманием к закрытым паркам и не игнорировать красные ленты, что за последнее время стало нормой. К оповещению на колесах присоединился и пеший патруль. Без необходимости на улицу лучше не выходить, находиться на домашнем режиме, на режиме самоизоляции. Ежедневно с 9 утра сотрудники Химспаса совершают обход улицы и общаются с теми, кто оказался вне дома. Объясняют, почему так важно соблюдать введенные предписания. На улице заметно стало людей меньше. Многие проявляют свою гражданскую ответственность и действительно находятся дома, на домашнем режиме. Выходят на улицу, говорят химчане, лишь в случаях особой необходимости. Мы стараемся все соблюдать. У нас многодетная семья. Дети сейчас не гуляют. По мере необходимости я выхожу в банкомат за продуктами питания. Совместно со специалистами аварийно-спасательной службы в так называемый рейд идут и неравнодушные добровольцы. Разделившись на группы, волонтеры прочесывают все главные улицы города. Сегодня тех, кто не смог остаться в стороне, 10 человек. Мне не страшно, но все-таки есть какое-то опасение. Но соблюдая такие первичные меры профилактики, то почему бы нет? Ну кто-то должен этим заниматься. Каждый день на горячую линию администрации городского округа Химки поступают десятки звонков от жителей. Все они записываются в волонтерский штаб. Чем больше людей будет информировано и предупреждено об опасности вспыхнувшего вируса, уверены неравнодушные, тем больше жизней удастся спасти. Нина Бережная, Николай Забродин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.